МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 июля 1823 года поэт Петр Вяземский писал Александру Тургеневу. Жена моя поминутно видит Пушкина. Сказывает, что он очень занят своим Онегиным. По подсчетам самого Александра Сергеевича, он написал роман в стихах за 7 лет, 4 месяца и 17 дней. Вдохновение чаще всего посещала поэта в Кишиневе, на даче в Царском селе и на его поэтической родине. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, ни одно другое место в мире не ассоциируется с Пушкиным так сильно, как в Михайловской. Впервые поэт приехал сюда в 18 лет, окончив лицей. С тех пор вынужденно и вольно Александр Сергеевич неоднократно возвращался в скромную семье обитель. За время, проведенное в Михайловском, Пушкин написал свыше 100 произведений. Из них большая часть была создана во время знаменитой двухлетней ссылки. Одно из самых значимых вех биографии поэта. Приезд Пушкина в Михайловске был печален, потому что сослали его на неопределенный срок под двойной надзор, духовный и политический. О своем настроении Пушкин писал письма к своим друзьям. Моя глухая Михайловская наводит на меня тоску и бешенство. Бешенство скуки снедает мое глупое существование. Но поэзия, как ангел-утешитель, спасла Пушкина. В Михайловском, что не уголок, то Онегина строфа. В свое имение поэт, по сути, подарил герою, как подарил ему затем, приехав сюда, и свой досуг. Подобно Онегину, летом поэт вставал рано, в седьмом часу, сбегал с горы и купался в сороте. Очень много гулял и при этом сочинял на ходу. Один крестьянин, раз встретив его, аж испугался, потому что Александр Сергеевич резко остановился, а затем вдруг начал говорить разными голосами за своих героев и при этом сильно жестикулировать. После эмоциона Пушкин обедал, играл с самим собой в бильярд в два шара, по вечерам слушал сказки няни. Когда уединение пытались нарушить незваные соседи, поэт сбегал, как и Онегин, с заднего крыльца и уезжал верхом в поля. Ну, конечно, приездом своих лицейских друзей поэт был безмерно рад. И навестили его Иван Иванович Пущин. Этот приезд был неожиданным для поэта. Пушкин еще находился в постели, услышав звон колокольчик, он выбежал на крыльцо. Пущин гостил здесь менее суток, боясь навредить поэту. И встреча оказалась последней в их жизни. Весной 1825 года в гости к Пушкину приехал и Антон Антонович Дельвик. Гостил здесь целые 10 дней. Для Пушкина это был настоящий подарок. Посещение Михайловского в июле 1825 года Анны Керн, гостившей в ту пору у соседей Пушкина, обернулось шедевром «Я помню чудное мгновение». Стихотворение было написано после прогулки с красавицей по липовой аллее усадебного парка. Во время рандеву девушка споткнулась о камень, и влюбленный поэт хранил его на своем столе в кабинете. В своей маленькой комнате Пушкин работал или за ломберным ободранным столом, используя причем подчас не чернильницу, а помадную банку, или же чаще всего полулежа в постели. Это сейчас в кабинете порядок. Представьте сюда разбросанные списанные листы бумаги и обкусанные практически до основания кусочки перьев, и будет точная картина. Находясь в трех сутках езды от Петербурга, Пушкин, тем не менее, по переписке следил за новостями столицы с особым интересом за тем, как принимает публика первые главы Онегина. Здесь же, в кабинете, грезило возможностях побега из Михайловского, которое покинуло в итоге лишь в сентябре 1826 года. По окончании ссылки поэт вновь приехал в Михайловское уже месяц спустя, по собственному желанию. Ведь, как ни было ему здесь порой тоскливо в годы заточения, он всей душой любил этот приют трудов, спокойствия и вдохновения. В наши дни каждое уважающее себя издательство, специализирующееся на классике, имеет своего Евгения Онегина. Александр Сергеевич бы возликовал, узнав об этом. Два века назад о таком развитом книжном рынке можно было только мечтать. Для сравнения, тираж современного романа в стихах – 124 тысячи экземпляров, против пушкинских – 1200. Приходилось поэту брать не количеством, а знанием маркетинговых законов. Роман в стихах было решено издавать по главам. Пушкин создает не только первую энциклопедию русской жизни, но и первый литературный сериал, который вызвал небывалый ажиотаж. Он выходил с 25-го, вот мы видим первую главу, и по 32-й год. И иногда публике приходилось ждать по году, а иногда и по два, чтобы получить следующую главу и узнать, что же будет дальше с Онегиным, с Татьяной, с Ленским, как будет развиваться сюжет. Каждая глава стоила недешево – 5 рублей. Позволить себе книжку могли не все. Настоящее обонегивание народа-населения случилось лишь в 1833 году, когда роман в стихах вышел целиком и стоил 12 рублей. Самым же любимым изданием поэта было последнее прижизненное – 37-го года. Малютка, которая, как тогда писали, могла поместиться и в дамской сумочке, и в кармане мужских брюк. 5 тысяч – неслыханная для Пушкина история – самый большой тираж. Но поскольку книжка вышла накануне дуэльных событий, и она хорошо начала уже распродаваться, а спустя несколько дней произошла дуэль, и читатели бросились в книжные лавки скупать эту книгу, и тираж был за неделю раскуплен. Современное собрание пестрых глав не совпадает ни с одним из изданий, вышедших при жизни поэта. Не раз роман в стихах перетерпевал изменения. Части текста переставлялись местами, сокращались, дописывались и освобождались от цензуры. В рукописях Пушкина про мать Татьяны сказано, что она открыла тайну, как супругам самодержавно управлять. При издании, вероятно, цензору не понравилось употребление слова «самодержавно», которое жестко связано с самодержавной властью, царем и так далее, в таком ироническом контексте. Вместо слова «самодержавно» стало слова «как простакова». Открыло тайну, как супругам, как простакова управлять. Пушкин этот вариант не устроил, и он сменил текст еще раз. Открыло тайну, как супругам единовластно управлять. И что печатать? Как Пушкин печатал в 30-е годы? Или так, как первоначально хотел, но цензура запретила? Что из этого выражает последнюю авторскую волю? Трудно дать однозначно ответ на этот вопрос. Пушкин стал литератором нового типа. Он одним из первых заговорил об авторском праве и показал на своем примере, что торговать поэзией не зазорно, создав первый бестселлер в русской литературе. Везде Онегина душа себя невольно выражает. То кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. Александр Сергеевич не дожил до появления кинематографа. Он был создан только спустя 58 лет после гибели поэта. Однако до сих пор все пушкинское наследие находит отражение в отечественном экранном искусстве. Так в Петербурге идет создание нового анимационно-игрового фильма «Отель Онегин». По сюжету в Россию приезжает иностранный режиссер-мультипликатор, чтобы постигнуть глубину творчества Александра Сергеевича и снять свой фильм. Сопровождает его кот, с которым он и останавливается в отеле под названием «Онегин». С этого момента в жизни режиссера начинают происходить удивительные метаморфозы. Он буквально погружается в мир образов Пушкина и Чайковского. «Отель Онегин» – это не совсем отель, где отдыхают и читают там со сцены Пушкина, да, а просто некое такое место, где эти персонажи обитают. Причем персонажи и оперы, и романа. У него есть кукольная Татьяна, кукольный Онегин. И еще проецируется история знакомства с оперной дивой. И мы увидим там четыре эпизода его будущего фильма, который сотворяется, сочиняется во время вот этого прохождения отеля «Онегин». В роли хозяйки гостиницы оперной дивы Любовь Казарновская. Режиссером играет Артур Ваха. Создание фильма поделили на несколько этапов. Вначале съемка с актерами в пейзажах и интерьерах, а потом главная часть. На основе этих изображений создается анимационный ряд по технологии, аналогов которой нет во всем мире. На большое стекло одновременно проецируется сразу несколько изображений. Задача художника при помощи света, фактуры и театрального грима преобразить каждый кадр 80-минутного фильма. У Пушкина всегда что-то открываешь. Читаешь вокруг комментарии Лотмана, допустим, Набокова. Множество материалов. Это мне очень нравится в работе над экранизацией. Потому что всегда постигаешь некий, я уже говорю, мир. Впереди у создателей фильма еще озвучание, добавление музыки и шумов. Работу над картиной планируют завершить к ноябрю этого года. И уже скоро зритель сможет увидеть фантазию на тему бессмертного произведения Евгении Онегин, которое вот уже почти два века не перестает вдохновлять творцов киноискусства. Ей рано нравились романы. Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Я знала очень многое наизусть и помнила. А потом, когда уж меня утвердили сниматься в Евгении Онегина роль Ольги, то я взяла с собой томик. Такое вышло, по-моему, в 54-м году или в 56-м чудесное издание с Натальей Николаевной, с ее этим известным портретом. И я с собой возила все Рина Пушкина. И даже вот могу похвастаться, знала всю поэму наизусть. Я не способна грусть и помнить. Когда попадается мне эта книжка, с которой я ездила Евгения Онегина сниматься, я опять вот начинаю читать и повторяю, хочется заучить, вспомнить опять, потому что уже, ну, уже забывается, но хочется все время вернуться. Иногда эти стихи так звучат музыкально, что они... Просто хочется их прочесть, даже просто так, идя по улице, про себя. Прошлым летом снималась, опять же, в Евгении Онегине, только видите, какая амплитуда. Я уже играла не Ольгу Ларину, а няню Таню Ларину. Ты в молодости была влюблена? Да полна тебе, Таня. Какая любовь? Я не слухала, что такое любовь. И вот мы снимали в пушкинских местах, вот там, где Святогорский монастырь, Троекуровская, где Михайловская. Меня повезли посмотреть могилу, где похоронен Пушкин. И когда я приехала туда, я вот могу сказать честно, я заплакала. Много великих пайтов у нас, но почему-то Пушкин какой-то особый педа стал. После выхода из печати романа в стихах имя главного героя сразу стало нарицательным. Онегинами называли молодых дворян – эгоистичных, циничных, разочаровавшихся в светском обществе. Их главными атрибутами были боливар, трость и курительная трубка. Онегин, как и его автор, на берегу Чёрного моря наслаждался утренним купанием и потом… За трубкой раскалённой, волной солёной, оживлённой, как мусульман в своём раю с восточной гущей кофе пью. Может быть, эта трубка сопровождала Пушкина в его путешествии на юг? Она сделана из пенки, так называемой. Это застывшая фактически пена от лавы. Она добывается в Турции, в нескольких местах ещё. Не так часто можно видеть эти вещи. Такие изделия обязательно резали. Она поддаётся вот такой художественной обработке. Она очень красива. С лёгкой руки Петра Первого табак в России вошёл в моду. Его и нюхали, и курили. Табакерки ещё служили кибиточками любовной почты, а курительные комнаты – своего рода мужскими клубами. Мужчины устраивали такие специальные курительные комнаты в восточном стиле, с итаганами, коврами. Вот такая трубка с мундштуком, кальяны – это то, что напоминало о восточных походах. Каждый курильщик приходил со своим мундштуком. А трубку обычно раскуривал слуга, которого так и звали – Чубукши Паша. От мужчин, увы, не отставали женщины. Как заметил пушкинский приятель, писатель Владимир Сологуб, многих из них загубила первая папироска. Женщины курили по-хитовски. Считалось, что можно вылечить лёгкие, например, курением. И Наталья Николаевна, вот к ужасу, конечно, уже исследователей, курила в последние годы жизни, когда у неё было тяжёлое состояние с лёгкими. Трубка была символом принадлежности к избранному сословию, а для кого-то и франдёрством, ведь царственные Романовы не жаловали табашников. А Николай I и вовсе был за здоровый образ жизни. Но переубедить своих подданных ему не удалось. Спи спокойно с Онегиным в изголовье, он передаст имя твоё поздним векам, пророчески писал Павел Катенин Пушкину 20 июля 1832 года. Поэт создал первый русский роман в стихах, новую модель литературы, как непринуждённую беседу обо всём, галерею вечных русских характеров. Ведь Пушкин он наш, и на этом пока всё. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова